Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Светоний Транквилгай. Светоний Транквилгай около 69-140 г. н.э. римский историк, писатель, биограф, друг и корреспондент Плиния-младшего, личный секретарь императора Адриана. Все его работы по естественной науке и классической древности не сохранились за исключением некоторых фрагментов, в частности трактата о знаменитых мужах. Полностью дошел до нас лишь его труд жизнеописания знаменитых Цезарей, от Юлия Цезаря до Домициана, считавшейся средневека образцом жанра биографии. Так, сочинение Эйнгарда «Жизнь Карла Великого» написано в традициях, заложенных Светоний. Сначала излагается история рода и ранние годы жизни героя, затем его общественная или государственная карьера, физический феномен и, наконец, его частная жизнь. Биографии Светония, колоритные изображениями пороков его героев, снискал Светонию репутацию сплетника. Но на самом деле факты или слухи, собранные писателем, изначально призваны развлекать читателя. Они зачастую откровенно анекдотичны, но при всем этом органично уживается с историческими фактами, весьма выпукло рисует конкретную эпоху и стиль жизни. В какой-то мере он положил начало жанру светской хроники. Ну вот так вкратце о римском историке, писателе, биографе, друге, корреспонденте Плиния младшего, личного секретаря императора Адриана Светони Транквил Гай. Пока-пока, до свидания.